От них можно ожидать всего. Вот так на пресс-конференции в Индийском ГОА Владимир Путин прокомментировал заявление вице-президента США Джо Байдена о возможных кибератаках против России. При этом наш президент подчеркнул, что США сами ведь хорошо известны киберслежкой по всему миру. Ну от наших американских друзей можно сжать все что угодно, но что нам такого нового-то сказал? А мы что, разве не знаем, что официальные органы Соединенных Штатов за всеми подглядывают и всех подслушивают? В условиях предвыборной кампании любая действующая власть смотрит, как выстроить эту тактику предвыборной кампании. Многие прибегают к наработанной системе отвлечения внимания избирателя от своих собственных проблем. Вот в данном случае, на мой взгляд, мы это и наблюдаем. Как это сделать? Создать, например, образ врага и объединить нацию в борьбе с этим врагом. Россия намерена твердо защищать свои интересы. Когда журналисты спросили о возможности смягчения контрсанкций, Владимир Путин ответил коротко, но емко. Фиг им. Сейчас я объясню свою позицию. Это я коротко сказал, но правильно. А теперь я постараюсь раскрыть. Во-первых, я с вами не соглашусь с тем, что наши контрмеры – это не санкции, а контрмеры по защите нашего рынка. Ведь смотрите, что получилось. Это реально вынужденные меры. Нам ввели определенные ограничения, скажем, в области финансов. Наши банки не могут перекредитовываться. А при этом наш рынок полностью открыт для партнеров. И, в общем и целом, с начала 90-х годов сложилось так ситуация, что нашим предприятиям, сельхозпредприятиям, им даже отвоевать часть своего собственного рынка почти невозможно. Президент также сделал весьма неожиданное признание, что первый раз увидел интерес участников БРИКС к развитию отношений. Например, через унификацию технических стандартов. Впервые я увидел у всех участников этого процесса реальную заинтересованность в развитии отношений. И появляются реальные направления взаимодействия. Но кроме уже созданных таких структур, известных всем нам уже как банк БРИКС и как пул условных резервных валют, всего 200 миллиардов долларов, немалая цифра, но он будет еще и наращиваться, создаются и другие направления. В частности, промышленная кооперация. Мы говорим о создании единых норм регулирования технических стандартов. Это, знаете, основополагающие вещи, которые лежат в основе граммонизации экономического развития и экономических политик. Американские СМИ и некоторые политики говорят о вмешательстве России в предвыборную борьбу, причем на стороне Дональда Трампа. Но Россия этого не делает, так заявляет Владимир Путин, хотя бы потому, что неизвестно, как Трамп поведет себя в дальнейшем. Я хочу всех успокоить, в том числе наших американских партнеров и друзей. Мы не собираемся влиять на ход избирательной кампании в США. И ответ очень простой. Мы не знаем, что будет после выборов президента в США. Продолжение следует...